вторая ошибка это конечно же уже знаете вторая ошибка это когда вы молчите или говорить или ему при некоторые говорят постоянно слушаю я больше слушаю чем говорил это говорит о том что человек во первых сам ничего не может о себе сказать либо у него есть какие-то установки из прошлого когда ему говорили что не надо что-то высовываешься не надо говорить о себе то есть какие-то ограничения в голове я не знаю откуда эти ограничения не знаю какие ограничения ну точно у человека который говорит что я больше слушаю чем говорю у него сто процентов сто пятьдесят тысяч процентов у него есть ограничение голове кто мне будет говорить да нет я всегда такой всегда такой был у него есть ограничение в голове и если нужно эти ограничения можно вытащить но опять же мне нет такой задачи делать это если конечно ко мне он запишется в индив мы будем работать с такими ограничениями так вы пока пишите вопросы я еще буду рассказывать часа проблеме до 2 ошибки а потом я буду отвечать на ваш вопрос окей следовательно вторая ошибка это постоянно больше степени молчать одно дело молчать да ребята другое дело что есть еще одна ошибка она как производная от 2 ошибки это задавать постоянно вопросы но ничего не говорить о себе не сдавать то есть это знаете интервью постоянно задать вопрос это тоже не очень хорошо это как производная можно сказать что третья грубейшая ошибка это постоянно задать вопрос и если вы ничего не говорите себе конечно собеседника некоторых собеседников это будет устраивать что вы постоянно задаете вопросы человек отвечает вы внимательно показать что выкивать что вы слушать но на самом деле если вы это делаете вы вы сами создаете себе человека или собеседника который Конечно же, у него будут выбрасываться какие-то определённые эмоции, но получается, что вас там нет. И вы создаёте себе говоруна. То есть вы создаёте человека, который будет с вами встречаться, и вы создаёте у него привычку, что будет говорить только он. Если вас, конечно, это полностью устраивает, ну окей, хорошо. Но я знаю точно, что люди хотят выговариваться. Я знаю точно, что люди хотят делиться своими эмоциями, переживаниями, своими мыслями, своими историями. Они хотят. И те, кто говорит, что мне не нормально, что я могу слушать и только слушать. Нет, это неправда. Эти же самые люди могут говорить с другими людьми, которые для них безопасны. А вот с какими-то определенными людьми они молчат и больше слушают. Потому что для этих людей они считают небезопасными. Соответственно, это тоже является ошибкой. Потому что вы сами, своими руками создаете себе человека, который говорит только о себе. Но есть умные люди. Когда ты с ними начинаешь задавать им вопросы, слушаешь только их и задаешь вопросы только им, в какой-то момент происходит им магия. Эти люди говорят, ну ты про себя скажи что-нибудь. Вот есть умные люди. И они молодцы. И самая проблема в том, вот какая следующая ошибка, это то, что человек говорит, да я не знаю, что о себе сказать, ты что о себе что-нибудь поговори. То есть человек не говорит о себе и продолжает настойчиво дальше задать вопросы. Это неправильно. А вот этот умный человек, он сделал правильный ход. Он сказал, теперь твоя очередь. Я вот тебе сказал, поделился своими эмоциями. Теперь твоя очередь. Он ему, он благодарен. Но при этом в ответ другой говорит, нет, 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 давай дальше ты. Давай дальше ты. Это неправильно. Фактически вы создаете, вы растворяетесь в собеседнике Никому не интересно общаться с куклой Вот если постоянно слушать и задавать вопросы и не говорить о себе Не делиться какими-то своими впечатлениями, ощущениями, эмоциями и тому подобное Вы как кукла, ну вы превращаетесь в манекен Манекен Ну блин, это как... Ну это пустое место То есть личности нет Фактически ничего нет Не интересно людям общаться с пустотой Ну то есть сначала, да, прикольно, но потом надоедает Знаете почему надоедает? Потому что ничего нет Это пустота Никто не хочет общаться с пустотой Опять же это надоедает Это еще одна жека